ПЕСНЯ 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 Меркурий ознакомился с ходом работ по благоустройству прихода, а также имел общение со штатными клириками храма. Прихожане Всесвятского храма выразили правящему архиерею благодарность в связи с тем, что согласно его благословению, богослужения стали совершаться ежедневно. Владыка Меркурий, в свою очередь, поблагодарил прихожан за их молитвы и добрые пожелания и пообещал в скором времени приехать снова, чтобы совершить в храме торжественное богослужение. Затем, владыка Меркурий побывал на приходе в честь иконы Божьей Матери Умиления, где отметил высокое качество внутренней росписи храма. Настоятель прихода протерей Дмитрий Асяк познакомил правящего архиерея с ходом строительных работ в нижнем ярусе храма, а также с парковой зоной на территории прихода, которая пользуется особой любовью самых юных прихожан. Владыка Меркурий также посетил храм во имя великомученика и целителя Пантелеимона, где ознакомился с насущными административно-хозяйственными вопросами прихода и указал пути их разрешения. Правящий архиерей дал настоятелю храма протерее Анатолию Комару ряд поручений, а также ответил на вопросы прихожан, о епархиальных печатных изданиях и сайтах в сети интернет и по целому ряду других тем. После этого высокопреосвященнейший владыка побывал на Свято-Александринском епархиальном подворье, где имел беседу с настоятелем протерием Петром Семенюком. Владыка Меркурий поручил ему подготовить еще неосвященный предел трехпрестольного храма к чину освящения. В храме Вознесения Господня владыка Меркурий отметил красоту внутреннего убранства этого одного из исторических храмов Донской столицы. В разговоре с приходскими трудниками правящий архиерей выразил удовлетворение тем, что на приходе поддерживается образцовый порядок. Высокопреосвященнейший Меркурий также посетил храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. Основанный как домовый храм при госпитале ФСБ и МВД, сегодня он имеет немалое число постоянных прихожан из числа служащих силовых ведомств и жителей окрестных районов города. Настоятель храма протерии Георгий Болдырев испросил архипастерского благословения на рукоположение ставленников, будущих священников прихода. Завершил рабочую поездку владыки Меркурия по храмам ростовского благочения визит в храм святой великомученицы Ирины. К храму, прежде действовавшему как часовня, ныне пристроена алтарная часть. Здесь регулярно совершаются богослужения и исполняются требы. 10 марта в духовно-просветительском центре святителя Дмитрия Ростовского на подворе Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы прошел куруговый стол по молодежным проблемам, в котором приняли участие представители донского духовенства и научного сообщества Ростов-НДону, провела рабочую встречу митрополит Ростовский Новочеркасск и Меркурий. 10 марта в духовно-просветительском центре святителя Дмитрия Ростовского на подворье Кафедрального собора Донской столицы прошла рабочая встреча митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с представителями научного сообщества, ректорами вузов, деканами факультетов, заведующими кафедр, а также представителями средних учебных заведений и учреждений дополнительного образования. Во встрече приняли участие руководители епархиального отдела религиозного образования и катехизации Протерий Олег Добринский, молодежного отдела Протерий Сергий Красников, информационного отдела Протерий Даниил Азизов, преподаватели Донской духовной семинарии и представители духовенства епархии. Темой встречи стало взаимодействие церкви с молодежью, прежде всего с учащейся молодежью, которая в скором времени пополнит ряды отечественной интеллигенции, наиболее активной и неравнодушной части российского общества. Верующая молодежь становится прихожанами храмов, воцерковляется. Но и для молодежи неверующей православие является важной частью отечественной истории и культуры, подчеркнул владыка Меркурий. И поэтому для ведения диалога с нею на тему нравственности возможно и даже необходимо взаимодействие духовенства, власти, научного, педагогического сообщества и работников культуры. Молодежь, особенно которая учается в вузах, которая, можно сказать, является авангардом всего того, что происходит в нашем отечестве, это, так можно сказать, наше будущее, настоящее, конечно, но и наше будущее, люди молодые, темпераментные, высокообразованные, стремящиеся реализовать себя в этой жизни, проявить себя в этой жизни, как никто другой, должны иметь базисное нравственное измерение под ногами и в своих руках. Во многих вузах ведется работа, в ходе которой студенты вовлекаются в процесс социального служения, нарабатывая качество нравственной зрелости и потребность в помощи ближним. Важно, не раз подчеркивали выступавшие, чтобы этот благотворный для души опыт стал неотъемлемой частью характера молодых людей. Хочу сказать, что вы помните, когда в нашей политике говорили, и андричане и русские, что союзниками государства является авний флот, а я хочу сказать, что сегодня, сегодня союзником нашего цельного государства является цель. Я это чувствую в каждой своей лечке. И поэтому, если выйти из партворья, а я считал, что в партворье все годы были, вот период 17-го года, если, конечно, вы не предложите усилия, то тяжело в нашем обществе будет сегодня выйти и стать настоящим сильным, с холем стать, надо мне сильным, нравственным обществом. Во все времена важная роль в становлении личности принадлежит культуре. Книги, фильмы, выставки и театральные постановки должны нести в себе созидательный нравственный заряд, отмечали выступавшие. Это добрая традиция классической русской культуры, о которой сегодня самое время вспомнить. То же касается центров детского творчества, для воспитанников которых очень важна мотивация на взаимопомощь и желание дарить людям радость. Мы очень много выпускаем. Мы выпускаем то самое подростковое время, когда эта молодежь принимает главные решения в своей жизни и именно в эти минуты надо быть рядом с ним. В психологии есть сегодня хорошее, очень важное слово «сопровождение». Вот я хочу сказать, что именно сопровождение нам необходимо. И именно тогда молодежь придет к этому. Нам нужно сегодня думать не о тех, кто уже есть в воскресных школах, а о тех, кто еще не слышал о них и не пришел туда. Итогом двухчасовой встречи стал ряд предложений по сотрудничеству в сфере работы с молодежью, которые озвучил владыка Меркурий. Это подписание договора о взаимодействии между Донской метрополией и ростовскими вузами, проведение съезда православной молодежи и конференции по теме нравственности бизнес, а также конкурса творческих работ. Все без исключения участники беседы выразили желание, чтобы для более продуктивной работы с молодежью подобные рабочие встречи проходили ежемесячно. Во второе воскресенье Великого Поста Русская православная церковь вспоминает одного из великих богословов святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоницкого, жившего в XIV веке. 11 марта Божественную Литургию в Сято-Донском мужском монастыре возглав митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. Во второе воскресенье Великого Поста, в неделю святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого, митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий совершил Божественную Литургию в храме мужского монастыря Донской иконы Божьей Матери в станице Старочеркасской. За богослужением владыки Меркурию сослужили наместник обители Игумен Макарий, благочинный приходов Оксайского округа, протерей Александр Будков и представители духовенства епархии. Святитель Григорий Палама жил в 14 веке. Рано потеряв отца, он получил блестящее образование при императорском дворце в Константинополе. Император видел его на посту важного государственного сановника, но юноша, к которому явился апостол и евангелист Иоанн Богослов, обещав свое покровительство, избрал для себя духовный путь. В 20 лет он прибыл на святую гору Афон, где стал постигать высокую науку умного делания, сосредоточенной безмолвной молитвы или исихазма. Всю свою последующую жизнь, рукоположенный во священники, а позже во епископы, руководя общиной монахов-отшельников и будучи игуменом монастыря, всегда святой Григорий будет почитать главным делом своей жизни духовную сердечную молитву. Святитель Григорий, будучи известным богословом, вел спор о божественной природе фаворского света, нечувственного и несотворенного. Константинопольский собор 1341 года подтвердил суждение святителя Григория, а мнение его оппонентов назвал ересью. В жизни святителя было немало искушений и невзгод. По навету завистников он три года провел в темнице, был в плену у турок и, не раз продаваемый и покупаемый как пленник, всюду горячо проповедовал святую православную веру. Лишь за три года до окончания своего земного пути архиепископ Григорий вернулся в Солунь. Накануне его представления ко Господу ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст, открыв ему его посмертный жеребий. Со словами «В горнее, в горнее» святитель Григорий Палама мирно представился ко Господу, а девять лет спустя был причтен к лику святых. Житие и службу святителю Григорию Паламе составил константинопольский патриарх Филофий. За богослужением диакон Ростовского кафедрального собора Иоанн Черевко был рукоположен во священнике, а монах святодонского монастыря Агапит воиродиаконы. Аксиус! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Наместник Свято-Донского монастыря Игумен Макарий поблагодарил Владыку Меркурия за его визит и совместную молитву за богослужением, которая в строгое и спасительное время Великого Поста духовно укрепляет братью Святой Обители и прихожан монастырского храма. Ваш визит в Вашу Святой Обитель для нас большая радость, тем более, что сегодня совершилось такое, я бы сказал, историческое событие – таинство Хератонии, в Букоположении Священный Сан, здесь в Донском храме, вот, по крайней мере, во время возрождения монастыря здесь Хератонии здесь не совершались, это первое, здесь совершаемые Хератонии были священнические и диаконские. В сердечном благодарим Вас, Святая Владыка, за Ваши молитвы, за Ваше внимание, за Ваше доверие. Желаю Вам, Владыка Святой, крепости духовно-телесной и Великому Посту также в Ваших молитвах и в деньгах, в трудах Ваших крепости духовно-телесной. И братья монастыря о Вас молятся всегда, и мы чувствуем Ваши молитвы. Исполайте Девку. В завершении Божественной Литургии Владыка Меркурий обратился к духовенству, монашествующим и прихожанам монастырского храма с архипастерским словом. Лишь на смиренное и сокрушенное сердце обращает Господь свой милостивый взор. Лишь тому, кто просит и кто будет ценить то, что Богом дается. А если мы не ценим то, что вокруг нас, как мы можем ценить тот дар Божий, который мы хотим получить без труда и без сокрушения сердечного. Вот потому Пост для нас является особым временем. Временем учебы в молитве. Временем учения в сосредоточенности. Временем покаяния и сокрушения сердечного. Вот когда таковую молитву мы приобретаем, то Бог просвещает и нашу душу, и наш ум, и наше тело, и наше сердце. Так учил святитель Григорий. Так учит святая церковь. Такой опыт молитвы она приводит нам в пример через святых своих угодников, преподобных, праведных, великих святителей. И этот свет Божественный дает человеку правильное ведение жизни. Определяет направление его движения в жизни. Определяет приоритеты в этой жизни. Указует направление движения. Без этого невозможно достичь того Царства, Божьего Царства, к которому мы все стремимся. И потому наша молитва посту и сокрушение сердечное должны быть истовыми и всегнашними. Вот об этом Церковь напоминает нам во вторую неделю Святого Великого Поста. По молитвам святителя Григория Паламы. Да не лишить нас Господь своего Божественного Света, просвещающего и освящающего всякого человека, грядущего в мир. Аминь. По окончании богослужения высокопреосвященнейший Меркурий с интересом ознакомился с экспозицией Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника, а также дал интервью журналистам донских средств массовой информации. Место древнее и святое. И место, имеющее глубокую историческую значимость для Донского края. И, конечно, место очень значимое в духовном смысле как духовный центр, как монастырь для всего Донского края. И самое важное, что мы должны сделать, это соединить воедино, уже на современном уровне, с современным осмыслением реалий исторических, в том числе, возможность использования этого места как музея и, конечно, как действующего монастыря. Говорят о том, что противоречия могут возникать какие-то. Вот я лично никаких противоречий не вижу. В том смысле, если мы не свои личные интересы ставим угла в угла, а интересы государства, нашего Отечества и людей, которые будут сюда приходить. Если эти интересы будут превалировать нашим и личным, тогда я абсолютно уверен, что все можно сделать. И музей будет открыт, и обитель будет спокойно осуществлять свое служение духовное. Ну и, конечно, люди, которые будут сюда приезжать, будут получать удовлетворение от того, что они видят, с чем соприкасаются. Это не будут холодные исторические памятники, которые оторваны от реалии жизни. Это будет такая священная, оживая, священная история, которая близка и понятна каждому приходящему. Совещание духовников исправительных учреждений прошло 6 марта в городе Батайске. Вместе с представителями духовенства в рабочей встрече также приняли участие сотрудники ГУФСИН по Ростовской области. 6 марта в исправительном учреждении номер 15 города Батайска прошло совещание представителей духовенства о кормляющих осужденных в местах лишения свободы. Совещание провел руководитель ипархиального отдела по тюремному служению Ирия Андреем Нацаганов и заместитель начальника ГУФСИН России по Ростовской области полковник внутренней службы Вячеслав Хадзинский. В настоящее время готовится подписание соглашения между Донской митрополией и ГУФСИН России по Ростовской области, с проектом которого было предложено ознакомиться участникам совещания. Другие важные документы, касающиеся тюремного служения, которые в настоящее время находятся в стадии проработки, положение о тюремном приходе и план мероприятий в этой области на текущий 2012 год. Механизм реализации вот этого плана, который мы вам сегодня выносим на обсуждение, он сам по себе предполагает. Одно вытекает из другого. Когда мы перезакрепим священнослужителей, утвердим их состав и у нашего начальника главного управления, и у главы митрополии, тогда, зная, кто эти люди, значит, конкретно закрепленные за учреждением, мы сможем идти дальше, то ли в форме методических рекомендаций. Важным вопросом является благоустройство уже действующих храмов и строительство новых. Молитвенные комнаты, имеющиеся во многих исправительных учреждениях, не позволяют в полной мере удовлетворять духовные потребности верующих из числа осужденных. Помолиться за божественные литургии, причаститься к святых христовых тайн. В ряде казенных учреждений Донского края давно действуют православные храмы, где совершаются богослужения и исполняются требы. И потому, с каким желанием осужденные приходят сюда, ясно видно. Таких храмов должно быть больше. Они должны быть в каждом исправительном учреждении. Я в свое время занимался строительством. Так вот, мы строили здание буквально за полтора-два месяца. То есть, я знаю, как это все можно построить и утеплить. Это металлокаркас обшивается материалом, сайдингом, внутри утепляется и все. То есть, самое главное, что оно минимальные затраты, и его можно всегда перенести и разобрать в другое место. Это, если мы будем знать, что, допустим, на этом месте колония может 5-10 лет просуществовать. Минимальные затраты. В местах лишения свободы душа человека особенно нуждается в божьем водительстве. Этим нередко пользуются сектанты и представители нетрадиционных для России конфессий, пытающиеся склонить людей к своим бесплодным, а зачастую и прямо душепагубным учениям. Максимально частое посещение колоний и тюрем представителями православного духовенства, их встречи и доверительные беседы с осужденными позволят в значительной степени разрешить эту проблему. Освободившись из мест лишения свободы, человек зачастую испытывает серьезные проблемы с ресоциализацией, возвращением в общество. В России имеется опыт приходских общин, состоящих из бывших осужденных, которые вместе трудятся и воцерковляются. В будущем такие общины появятся и на территории Донской митрополии. Острой проблемой остаются случаи суицида среди осужденных. На эту тему в ходе собрания психологам Федеральной службы исполнения наказаний был сделан доклад. Сотрудничество православного духовенства и психологической службы ГУФСИН может стать эффективной мерой профилактики самоубийств, которые по учению православной церкви являются тяжким грехом. Наркомания, пьянство и грамания остаются подлинным бичом современного общества, ежегодно приводящим в места лишения свободы тысячи людей. В ходе собрания с сообщением выступил представитель общественной организации «Ростов без наркотиков», уже более пяти лет действующий при епархиальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Юноши и девушки из этой организации когда-то сами находились в наркотическом плену, но милостью Божией нашли в себе силы вырваться из него и теперь помогают в этом другим. Многие из них в прошлом сами побывали в местах лишения свободы, и их опыт может быть весьма ценным в деле профилактики и избавления осужденных от пагубных пристрастий. У нас тоже контингент, который находится в реабилитационных службах, это, конечно, многие люди, кто находят и алкоголь, естественно, это опять такой же образ жизни, который многие уже и отсидели, и тоже знают, и как-то они себе переломили все эти моменты, и съездить и рассказать, может быть, достучать. В завершении собрания его участникам был предложен документальный фильм о социальных лифтах, помогающих осужденным вернуться к достойной жизни в обществе. Сегодня в некоторых исправительных учреждениях уже действуют отряды облегченного содержания для тех, кто искренне, всеми силами стремится вновь стать человеком, занимающимся честным трудом и приносящим посильную пользу ближним. По аналогии с такими отрядами, в будущем возможно создание и других для верующих осужденных, ведь для человека, придерживающегося Божьих заповедей, пребывание в местах лишения свободы в кругу единомышленников, имеет все шансы из наказания превратиться в исправление, привести к примирению с Господом и самим собой. 8 марта в рамках работы по археального отдела по церковной благотворительности и социальному служению на Свято-Тройском приходе Ростова-Ан-Дону прошло собрание сотрудниц православных сестричеств. Там побывали корреспонденты телестудии «Дом православный». 8 марта в отделе по церковной благотворительности и социальному служению прошло совещание сотрудниц епархиальных сестричеств. Совещание провел координатор направления противодействия наркомании епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирей Валерий Минин. На совещании были рассмотрены аспекты подготовки к первому епархиальному съезду сестер Милосердия, проведение которого намечено на 31 марта нынешнего года. Кроме того, обсуждалась и тема дальнейшего развития основных направлений социального служения православных сестер Милосердия, касаясь и проблем, с которыми сестры Милосердия наиболее часто сталкиваются в своей повседневной работе. В дальнейшем подобные совещания участниц сестричеств Милосердия, как в этом, так и в более расширенном формате, будут проводиться в рамках работы епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению регулярно. Эти и другие видеосюжеты телестудии Дон Православный вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу www.donpravto.ru Субтитры создавал DimaTorzok